Казанскому международному юридическому форуму Казанский федеральный университет во второй раз распахнет свои двери для открытого диалога представителей власти, науки и бизнеса. По такому случаю в информационном агентстве Starland Forum была проведена пресс-конференция. Коллеги обсудили концепцию форума, важные задачи и принципы работы. Площадка будет представлять собой уникальную возможность для каждого участника взаимодействовать с экспертами из разных стран, углублять свои знания и расширять профессиональные навыки. Организаторы стремятся создать прочную платформу для долгосрочных партнерских отношений и сотрудничества между участниками форума. Поэтому будут проведены пленарные заседания, секции и круглые столы, на которых профессионалы своего дела представят доклады и поделятся опытом практики. То, что форум состоялся в прошлом году и то, что есть сегодня динамика с точки зрения количества участников и количества сессий, проблематики, которые будут обсуждаться на форуме и тех мероприятий, которые тоже становятся сателлитными мероприятиями форума, говорит о том, что мы на правильном пути. Предстоящий форум будет проходить под лаконичным названием «Мы вправе». С одной стороны, это означает, что мы находимся в правовом пространстве и консолидированно решаем общественные вопросы. С другой же, мы вправе принимать те решения, которые считаем важными для общества и государства. К основной миссии относят продвижение идей модернизации права в условиях происходящих сегодня глобальных изменений, совершенствование профессиональных и личностных навыков и решение сложных правовых социальных задач и выводов, стоящих перед российской экономикой. Мы действуем с конкретных идеологических точек зрения. Первое – это наша концепция живого форума. Как Литл Гаттон отметил, мы не хотим делать форум сбором гостей на два дня. У нас форум действует беспрерывно на базе своих сателлитных мероприятий, на базе приложений, на базе своего будущего журнала. Мы хотим создать комьюнити и точку сборки правовой мысли именно в Казани. Второе – это правовый форум не только для юристов. То есть мы раскрываем и социальные вопросы, и политические, и экономические. Казанский международный юридический форум – уникальная платформа исследований в области права, сокращение пробелов в судебной практике и укрепление правовой сферы в целом. Такие площадки позволяют не только заявить о себе, как и сообществе, которое отвечает интересам граждан и государства, но и транслировать социально высокую миссию юристов относительно всех других участников форума и всех тех, кто хочет жить в стране, где правят порядок и закон. Кристина Отекина, Никита Акинчин, Универтньюз. Студенты Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета получили гранты правительства Республики Татарстан. Какие требования к обладателям и какие возможности открывает программа – смотрите далее. В IT-парке имени Башира Ромеева состоялась церемония вручения грантов правительства Республики Татарстан студентам первого курса Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета. 30 студентов первого курса стали получателями грантов на обучение в сфере информационных технологий. В церемонии награждения приняли участие министр цифрового развития Государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайрулин. Проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности КФУ Дмитрий Пашин. А также директор Института информационных технологий Михаил Абрамский. В Татарстане ежегодно 4,5 тысячи студентов выпускаются по линии высших учебных заведений, среднеспециальных учебных заведений. И, конечно, КФУ и факультет ИТИС – один из лидеров IT-образования в Татарстане. И в свое время, 13 лет назад, нашим президентом, Раисом Республики Татарстан, Рустамом Валерьевичем Мениханом, было принято решение о выделении правительственных грантов тем студентам, которые хотят поступить в ИТИС, но на бюджетные места не попадают. Коллеги отметили проблему нехватки кадров в ИТИ-сфере. Грантовые программы помогут привлечь в индустрии больше людей. Они дают возможность способным и талантливым выпускникам образовательных учреждений получить высшее образование в Институте информационных технологий и интеллектуальных систем бесплатно в течение года. На втором-четвертом курсе гранты распределяются среди студентов по успеваемости. Кроме того, грант – это шанс найти работу мечты в крупных и известных компаниях города и республики. Грантовая поддержка – это поддержка ребят за их достижения, которые являются достижением по их основному образованию. То есть на первом курсе поддерживаются самые лучшие контрактные студенты, которые набрали лучший балл ИГЭ. А со второго по четвертый курс будут поддерживать студенты, которые за два семестра набрали наилучшие результаты на сессии. То есть как происходит распределение грантов на следующих курсах. За все экзамены и зачеты считаются средний балл. И, собственно говоря, студенты формируются в рейтинг. И в этом рейтинге, топ этого рейтинга получает краски гранты. Конкурсный отбор осуществляет конкурсная комиссия, состоящая из представителей министерства, института информационных технологий и интеллектуальных систем и IT-компаний. Отметим, что в 2023 году теплом бакалавра по специальности программной инженерии получили 185 человек, среди которых 29 отличников. Валерия Краташова, Александр Кузнецов, Универньюс. В Татарстане в последнее время учустились случаи встречи лис в населенных пунктах. Именно поэтому многие граждане встревожены возможной эпидемией бешенства. Как известно, именно лисицы – самые частые источники этого заболевания, как у людей, так и у домашних животных. О том, что собой представляет бешенство и как обезопасить себя и близких, расскажет моя коллега Елизавета Газизянова. По данным Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам, участились случаи появления лис вблизи населенных пунктов. Это обусловлено тем, что животные перед зимой набирают вес и увеличивается количество потребляемой ими пищи. Как правило, для сохранения тепла в морозы лисицы нужно набрать до 30% к собственному весу. Как следствие, жилая застройка привлекает животных наличием кормовой базы. Пищу можно легко найти на свалках, возле мусорных контейнеров, а также на территории частных домов, например, в компостах. Необходимо также отметить, что в последние годы в Республике отмечаются единичные случаи заболеваний лисиц бешенством. Данный вид животного продолжает оставаться потенциальным источником заболевания. Домашние животные, в частности собаки, чаще всего заражаются бешенством, болеют бешенством. Они заражаются от укусов диких животных. То есть в дикой природе источником бешенства являются это в основном лисы. Также могут быть волки, могут быть песцы, могут быть мелкие грызуны, но это уже реже. В большинстве случаев смерть людей от бешенства происходит в результате контакта с больными собаками, на которых приходится до 99% всех случаев передачи бешенства людям. Вирус передается путем укуса или при контакте слюны зараженного животного с поврежденной кожей или слизистой оболочкой. Опасность заключается в том, что первое время он может никак себя не проявлять, а животное уже является носителем заболевания. Время от заражения до появления первых признаков различается в зависимости от животного, его веса и возраста, и может составлять от недели до одного года. В этот период вирус живет в организме, постепенно попадая в слюнные железы. С этого момента животное становится заразным, хотя внешние признаки заболевания могут проявиться спустя 7 дней. Постепенно животное, зараженное вирусом бешенства, может проявлять следующие симптомы. Изменение поведения, неадекватные реакции на других, обильные слюноотделения, а также изменение вкусовых пристрастий, поедание травы, земли или песка. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения на бешенство, необходимо внимательно наблюдать за животным в течение 10 дней после контакта с другими животными. Или при наличии одного из записанных симптомов. В случае малейших подозрений имеет смысл изолировать питомца от других животных и людей. Симптомы бешенства проявляются не сразу. Первый период для собак это 10-12 дней, никаких симптомов не проявляется, но при этом собака является уже опасной. То есть, если хозяин контактирует с ней, собака его облизывает, и особенно если есть ранки на коже, на слизистый, то собака может передать бешенство человеку. При заражении человека и появлении начальных симптомов бешенства практически неизбежен летальный исход. В мире известно лишь о нескольких случаях излечения от развившегося бешенства, введения в искусственную кому с поддержанием основных жизненных функций. Однако в большинстве случаев любые методы лечения оказываются неэффективными и способны лишь незначительно продлить время жизни человека. В целях повышения качества жизни и уменьшения страданий больного помещают в отдельную изолированную палату с минимизированными факторами внешней агрессии. Затемнение, звукоизоляция, отсутствие сквозняков. Также назначается комплекс лекарственных средств, направленный на уменьшение возбудимости нервной системы. Вообще бешенство это как бы смертельно опасное заболевание, то есть лечения у него нет, возможно только профилактика. Человек, в свою очередь, может заразиться от домашних животных, в первую очередь от собаки. 60% заражения бешенством происходит от собак. Бешенство это вирусная инфекция, протекающая с развитием тяжелого, прогрессирующего поражения головного и спинного мозга с летальным исходом. Размножение вируса бешенства происходит в клетках продолговатого мозга, гиппокампа, поясничной части спинного мозга. Оно встречается в более чем 150 странах и территориях. От него ежегодно умирают десятки тысяч человек. Чтобы обезопасить себя сразу после контакта с животным, которое, по вашему мнению, болело бешенством, нужно немедленно обратиться в больницу. Ведь своевременно принятые меры могут не допустить развития болезни и спасти жизнь человеку. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюз. Исследователи из Университета Райса штата Техас улучшили технологию по редактированию генов. Благодаря изобретению появление неожиданных мутаций снизится на 70%. Поможет ли это изобретение избавиться от генетических заболеваний человека? Смотрите далее в сюжете. Медицина 21 века нацелена прежде всего на профилактику, выявление болезней и их предотвращение. Ученые открыли множество способов для лечения инфекций, когда человек уже родился. Но что делать, если некий дефект появился при беременности? Аппарат по редактированию генов способен еще на стадии эмбриона выявить генетические отклонения. Но насколько эффективно и безопасно использовать такой аппарат? Насчет вот таких ситуаций переживать не стоит, потому что это пока делается на клеточном уровне, а потом идет уже отбор клеточных вариантов, которые будут удачны. Поэтому здесь есть некоторая степень защиты. И после того, как проверят, что все строилось хорошо, белок экспрессируется, все нормально, то есть только после этого будут вводить клетки. Генная инженерия, как обособленное направление в науке, появилась в 1972 году. Стэнфордском университете. Тогда ученые впервые смогли создать гибридный ДНК, бактерии кишечной палочки. Исследователи предполагали, что новый метод изменения генов и получения нового ДНК может использоваться в медицине. Кэрри Малисом, американский ученый, изобрел прибор для обследования генетических болезней. В 2023 году исследователи из университета Райса смогли улучшить и доработать технологию Малисома по редактированию генов, сократив шанс появления неожиданных мутаций на 70%. В течение жизни некоторые из этих мутаций, или вернее большинство этих мутаций, они в принципе не проявляются у нас в фенотипе. Вот. Некоторые из них происходят в наших соматических клетках, и это даже не передается потомству. Но вот страшнее как раз мутации генеративной, которая происходит при образовании гомет, и тогда появляется больное потомство. По некоторым подсчетам, частота мутаций на человека приходится где-то 1-3 мутации на поколение. У классического метода редактирования генов был существенный недостаток. Из-за активного протекания процесса был риск появления нежелательных мутаций. Они вызывают тысячи различных заболеваний не только у новорожденных, но и у взрослых. Ученые же смогли создать механизм активации и деактивации процесса, что позволяет сократить количество нежелательных мутаций. Исследователи разделили молекулу аденина на два отдельных белка, которые остаются неактивными. Но с добавлением препарата, который используется для лечения рак, удалось синтезировать вещество, способное преобразовать молекулу ДНК. Теперь невирусный способ по редактированию генов стал не только эффективным, но и безопасным. Но существует также и небезопасный способ. Его эффективность выше, чем у привычного метода. Но мутации могут появиться с большой вероятностью. Есть вирусные и невирусные методы доставки генных конструкций. Наиболее эффективны являются вирусные, потому что эта система сама природой рассчитана на то, чтобы встраиваться в нашу клетку и потом в наш геном. Но, к сожалению, да, это несет в себе опасность, потому что вирус болезнетворный. Естественно, мы получаем конструкцию вирусную, которая безвредна для человека, но если, допустим, она, а это мы контролировать не можем, вдруг случайно столкнется с болезнетворной, то тогда в результате за счет рекомбинации этих вирусов может возникнуть новый какой-то вирус, который мы не могли предсказать его возникновение. Генная инженерия – наука 21 века, которая помогает человеку не только в лечении многих видов болезней, но и в других сферах жизнедеятельности. В настоящее время генная инженерия широко распространена в сельском хозяйстве, в производстве лекарств, а также для выращивания различных сортов растений. Медицина является той областью, где генетическое редактирование является необходимым. Проверка на мутации и на наследственные болезни помогает заранее узнать и предотвратить развитие патологии. Теперь с улучшением прибора удастся спасти не одну сотню тысяч людских жизней. Николай Суховский, Александр Кузнецов, Универньюс. На этом все. В студии была Кристина Отекина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok